Сейчас в социальных сетях активизировались группы, которые подталкивают подростков к самоубийству, так называемый синий кит. Прокомментируйте, пожалуйста, происходящее. Ну, вот вам ещё одно явление того зла, которое распространяется усиленно и внешне через все технические средства, и, как видите, подпольное или полуподпольное. И, наверное, совершенно ясно, откуда это исходит. Это ясно! Ну, как я сказал уже, дерево узнаётся по плодам. Ясно, что такие вещи исходят из, опять, того же источника. Какой способ? Что можно делать? Мы сами себя наказываем. Чем? Чем? Потому что мы, даже будучи, как кажется, христианами, на самом деле христианами являемся только когда-то, по воскресным и праздничным дням, когда приходим в храм. А ведём себя и живём по-язычески. Приходится постоянно повторять одно и то же. Если мы хотим, хотим, чтобы наши дети были ангелочками, давайте не будем дьяволочками. А когда мы наполнены сами страстями во всём, кажется, дети же слышат, как мы осуждаем, как мы ругаем, как мы, подчас, проклинаем, как мы ссоримся между собою, когда видят нашу алчность, когда видят наше честолюбие, когда видят нашу гордыню. Что же вы хотите? Из этой клоаки что же может вырасти? Это же вот смертоносные вещи, это же страсти! Они и порождают всё это явление. Кажется, пора бы взяться и начать искать христианскую жизнь. Вот сейчас, 150-летие со дня кончины Бринчанинова. Надо бы его обязательно приобрести, каждому христианину, иметь у себя его собрание творений. Читать надо хотя бы понемножку. Ирегумена Никона Воробьёва читать. Там же прям даны все основы духовной жизни. Вот чем надо немедленно заняться. У нас же время сокращается. У каждого из нас, знаете, есть вот эта последняя точка. Мы не знаем, где у кого она находится, но все мы бежим туда. Ну что же мы, не понимаем, что ли? Мы же все идём к последней же точке. И почему мы не делаем? На что надеемся? Вот какова природа распространения этого явления. А агенты всегда найдутся! Всегда! Те, которые и за деньги, возможно, просто эти люди нанимают их. Это действительно агенты по уничтожению народа. Это всё дойдёт. В Голландии, например, уже там закон о том, что людям пожилым уже прям врачи предлагают средства уйти легко из этой жизни. Закон принят, позволяющий, и медики прям рекомендуют. Тебе за 70? Ну, пора уже! И у тебя, видите, какая болезнь! Вот, пожалуйста, можем вам сделать укольчик. Или можете взять вот это вот таблеточки. И можете спокойно и легко уйти из этой жизни. И уходят. Уже тысячи ушли. Видите, как идёт? По всем направлениям идёт. У нас, видите, взяли за детей. Кончайте жизнь пока, да. Будьте героями. Да, и бросайтесь с этажей. Нужно взяться нам за себя. Мы всё время... Всё время вот этот вопрос – что нам делать с детьми? Меня просто это приводит в экстаз. Ну, когда же мы скажем, что нам делать с самими собой-то? Нет, этого вопроса нет. Только с детьми. Так мы любим детей. Ой, так любим! Как один своего сына очень любил. И десятиэтажными ему говорил, чтобы не ругаться скверными словами. И десятиэтажными его поносил. Ой, как любит он своего ребёнка! Лучше не придумаешь даже. Вот так и мы. Вот в чём главная причина. А агенты найдутся. Всегда. Человек прошёл тяжёлый земной путь. Детдом, тюрьма, и в конце он совершил самоубийство. Возможно ли ему полное прекращение своего существования, или он лишён этого права и будет в муках ждать страшного суда и дальнейшей своей участи? Нет такого учения в христианстве, чтобы личность возникшая могла прекратить своё бытие. Будет существовать. Всегда. В отношении же участи будем очень осторожны. Мы не знаем, по каким мотивам, по каким причинам. Грехом самоубийства является что? Когда человек, будучи христианином и попадая в трудные условия, просто трудные условия жизни, и вопреки своему знанию, что самоубийство – грех, всё-таки берёт и кончает жизнь. Но совсем, совсем другое дело, когда человек часто не христианин, даже ничего не знает об этом. Более того, считает, что же я только бремя, являются для своей семьи. И он совершает даже поступок геройский, уходит. Он не знает ни Бога, ничего. Вы что, скажете, это у него грех, что ли? Грех – то, что совершается против совести. Вот что такое грех. А он в данном случае, будучи неверующим человеком, не знающим ничего, а раз является грехом, когда на себя огонь вызывают во время войны? Что вы! Это геройский поступок! Разве грех, что Евпатий Калаврат, там всего несколько сот его дружины, бросился на десяти или, там, не знаю, тридцатитысячную армию и погибли. Надо быть очень осторожным с этими вещами. Господь знает, мы должны только одно говорить о таких людях – Господи, помилуй Его и нас! Вот так!